Здарова всем, ребята, Кентух на проводе, и с вами ваша любимая рубрика в мире животных, и я ведущий КентПК, а именно Чидер Патруль. Прямо сегодня мы будем бить Чидером просто с лохтя, с колена и с головы. Поэтому, ребята, если вы против Читаков, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что сегодня, ребята, будет очень, очень горячо. Ну что же, поехали! Для тех, кто об оба, рассказывает, что же мы делаем в этой рубрике, вы мне отправляете видосы Чидаков, а я смотрю эти видео и отправляю их на Банановые острова, на путевочку, потому что там, ребята, всегда тепло, всегда хорошо, и там нет обычных игроков, там чисто все читеры вот так находятся вместе, и они не трогают обычных игроков и не мешают им нормально играть. Ну а на самом деле, ребята, многие из вас просто-напросто не умеют банить, поэтому, ребята, если вы не умеете банить этих Чидаков, просто отправляйте мне их в ВК, и все. Ну и, ребята, конечно же, именно этот выпуск начинается с любителя прострелов, ну вы посмотрите, какой прострел, а вы нем не знали? Нет? Не знали? Я тоже не знал, поэтому вот этот парниша с ЭДи 130201754 улетает на Банановые острова. К сожалению, ребята, качество очень плохое, по всей видимости, мой подписчик снимал на мобильный телефон или на калькулятор, посмотрите-ка, плохого качества, но этого Чидака, ребята, мы отправим далеко и надолго. Посмотрите, 27 КД, да ты что, какой киберспортсмен! Эх, братан, но, к сожалению, асталависта, бэйби! А, и, кстати, да, он проиграл полтора часа, но при этом уже играют в союзнике. Значит, это 100% считать еще и медаль ветерана. Ха, братан, ну ты влип. Ну что же, давайте смотреть. И что же мы тут видим, ребят? Посмотрите, какой снайпер, какой меткий, прям с конца карты, прям сквозь стенки, и попадает прям по моему подписчику, окей? Давайте еще раз смотреть. Мой подписчик возрождается, никого не трогает, и что же сейчас будет? Давай, брат, давай, давай! Ох, как же не вызвал читоку, прям читер Патруль попал. Ой, опять прострелил. Ребят, а вы не знали, брат, прострел? Я тоже не знал. Ха, давай, брат, 130, 427, 171. Братан, асталависта! Ну что же, ребята, наш следующий пассажир, который не передался билетик, вы просто посмотрите, одним патроном сразу минус два делает. Да ты что, какой скиловый! Вы посмотрите, уже прибежал. Раунд еще даже не начался, он уже прибежал, включил бессмертие и говорит, пацаны, вам труба. Ого, под карту залез, я даже не знал, что так можно. Ничего себе! КД 162! Братан, ты влип! Как же он влип! Просто, ребята, и, ну, как обычно, у всех читаков сразу платиновая медаль. Я не понимаю, зачем они себе приклеивают эту платиновую медаль? Я просто не понимаю. Да ты что, братан, ты влип! Ой, твой айди! 130, 172, 871. А вот этот парень бустился, да, чтобы потом прийти в школу и сказать, пацаны, посмотри, какой крутой! А ты бустился с читером! Значит, ты ни одного ММР из-за этого не получишь, потому что бустится это плохо. Так что, ребята, все получат по заслугам. Ой, почему еще неловко прям вышло? Потому что следующий наш пассажир... Знаете что? У меня есть только его айди, но я думаю, нам этого хватит. Знаете почему? А вы еще все сами поймете, посмотрите, да, ты что? И знаете, что самое интересное? Что этот пассажир менял айди в игре и бегал с ником Тиктака! Именно вот этот вот читак хотел подставить Тиктака, но мой подписчик скинул его айди. К сожалению, видео нету, но хотя бы скинул айди, и он говорил, что он играл с ником Тиктака и хотел его подставить. Посмотрите, 328 кд, процент побед 83. Если бы я не знал этого типа, я бы подумал, что это просто какой-то жесткий кибер. Но учитывая его кд, 35-58, учитывая его платиновую медаль, учитывая то, что у него 44 часа в игре, и учитывая его историю матчей, он 100% читак. Просто, ребята, посмотрите на вот это одни победы. И знаете, когда он проигрывал? Я вам еще покажу. Он проигрывал в вот таких вот играх, и вы посмотрите, почему он проигрывал. Но даже когда он проигрывал, он получал все равно плюсовую ММР. То есть это специально умный читак, который хотел обойти бан-систему, чтобы его не забанили. Запомни, брат, бан-систему ты можешь обойти, но обойти Кента это нереально. Поэтому встретимся на Банановых островах. Ну а прямо сейчас автору данного видеоролика огромнейший респект, потому что, ребята, читак был за их команду. И он мне говорит, хоть и читак был за нашу команду, но я против их, поэтому Кента забани его. Просто красава. Просто красава, ребят. Ну что же, прямо сейчас мы посмотрим на этого парнишу. Сразу же его палит, его платиновая медаль ветерана. Красавчик, брат. Ни разу не спалился. Как мы видим, все по нулям, все по нулям. И общее время 9 часов. И ник у него очень странный. Мне скажу так, этот ник ему идеально подходит. Ну и как мы видим, 9 часов онлайня, брат. Ну что ты можешь сказать? 1, 2, 7, 6, 3, 9, 7, 9, 4. Братишка, мы оформляем тебе путевочку на Банановое острово. Пока что без комментариев давайте смотреть. Потому что я это видео тоже смотрю вместе с вами впервые. Вроде бы начало игры, вроде бы ничего не предвещает беды. Мой подписчик играет в ММ-чик. У него самый обычный скин. Ну как самый обычный скин? То есть у него вообще нет скина. У него дефолтный УСП. И мы ждем, мы ждем, мы ждем. Ребят, бежит, спортсмен. А ты что, вы посмотрите, с бессмертным прибежал. Ты что, какая ты умничка. А с лобовым щитом. Один на один выйдет против подписчика. Да мой подписчик должен закройт долину. Кстати, да, ребята. Если вы тоже против щитов, пожалуйста, подписывайтесь и прожимайте лайк. Посмотрите, взял себе. Что он взял? А, он с АВМ и стреляет как с пулемета. У него АВМ-ТХ. У него АВМ-ТХ. Я просто в шоках. Посмотрите, у него АВМ-ТХ. Это просто что-то с чем-то. Блин, да мои подписчики его бы выиграли. Это трындец. Он с бессмертием. Посмотрите. И сливом. Ты что делаешь? Просто ты что делаешь? Айди. Так, 130, 09, 76, 73. Ты улетаешь в панк навсегда. И ты говнюк. Знай это. И чтобы вы понимали, насколько он наглый. Именно этот же самый читак. Опять попался против другого моего подписчика. Вы посмотрите. Просто посмотрите, что происходит. Чисто через всю карту. Чувак, ты адекватный. Зачем это делать? Зачем так делать? Просто фу. Просто фу. Он улетает в банну. Посмотрите, его АВД даже не видно. Его даже АВД не видно. Вот это я в шоках. Просто вот это я в шоках. Какие же наглые читаки пошли. Так, давайте еще раз посмотрим. Опять, опять. Раунд даже не начался. Да, да, хотя бы раунд начнется. Блин, ну просто какой бессовестный. Ладно читер, который бесконечно возрождается. Его хотя бы реально победить. Но тут, ребята, даже мой подписчик не может даже шага сделать. Его сразу мочит. Это просто трындец. Ну что же, вы готовы, дети? Я не слышу. Вы готовы, дети? Да, капитан. Окей, ребята. Поехали. Смотрим. Мой подписчик зашел в союзники. У него аутерка скилла. То есть это последний какой-то киберспортсмен, да? И знаете, что самое обидное? Против него попался опять такой говнюк с безмертием. Не, ну это нормально, разве по-вашему? Да ты давай по-честному, давай раз на раз пройдем к подписчикам, посмотрите. И самое обидное, что другие игроки бустятся вместе с этим читаком. Ребята, пожалуйста, никогда не заказывайте такой буст, потому что и вы, и читака, увы, оба отлетите. Вот парни, что думают, что мы ничего не стараемся, да? Стреляют через всю карту по 500 урона. 500 урона, вы понимаете? Посмотрите, какой-то раз в жизни видели, 500 урона читака, это очень много. Притом это пистолет, это не ВМ, это не еще что-то там, 500 урона с пистолета. Ну что же, ребята, начинается игра, ровно 0 секунд, и я уверен, что сейчас моего подписчика замочат за секунду. Но я уже вижу обратно это какая-то платиновая или серебряная медаль, не вижу. Обратно же, обратно же. Три часа онлайна, айди, 1-2-2-2-4-3-8-3-5. Братик, мы тебе дарим путевочку. Я прямо сейчас зайду в стендов и напишу ему лично все, что думаю про него. Ребята, да ты что, нажел, нажел этого пирожочка, нашел. У него ник прокачает дочь чемпиона. Давайте сейчас, ребят, мы ему скажем. Прокачай себе мозги. Жди, бан. Нормально почти, нормально, нормально, нормально. Также, ребята, обратите внимание, что у него КД 257 и ранг элита. А ну-ка, союзника, что у него? 47 КД, 80% побед и тоже ранг элита. Я просто в шоках. Общая статистика 17.5. Так, ребята, а вдруг его уже забанили? А, так его уже забанили, смотрите! Результат отменен. Его уже забанили прямо сегодня. А, я ору, я ору, его забанили. Его забанили уже прямо сегодня, ребята. И он буквально час назад сегодня играл в стендово 2. Ну, а потом внезапно получил бан. Вот так вот бывает. Бывает в жизни огорчение, брат. Ну, а для нас только это упрощает нашу работу. Потому что, получается, его уже банить не надо. Потому что его уже забанила система. Ребята, прямо сейчас будет загадка для моих подписчиков. Как вы думаете? Зачем щитаки играть в командный бой? Ладно, сиюзники. Ладно, соревновательный режим. Они повышают ранг, да? Там, продают бульс и так далее. Но зачем они играют в командный бой? Посмотрите! Как можно быть таким? Напишите в комментариях продолжение. Как можно быть таким? ID 129 393 371. Ну что, братиш? Доигрался ты в командный бой. Поздравляю тебя! Так, и сейчас мы посмотрим, ребят, на его историю матчей. Потому что, если мы обратим внимание на его историю матчей, то у него тут довольно-таки много побед! Совпадение? Не думаю! Сейчас, ребята, будет самое-самое смешное. Посмотрите. Читак сбрасывает кучу-кучу ножей. Я думаю, вы все видите по этой белой иконке. То, что можно подбирать ножи, да? И подписчики пишут. Слушайте, как же грустно шипался добрый щитак. Я вот не пойму. А читеры могут быть добрыми! Хоть кто-то мне объясните, пожалуйста, как читер может быть добрым. Ребят, вот такие вот читаков. У него еще старые ID. У него ID начинается на девятку. Вот такие вот читаков мы будем банить. И читеров нет добрых или плохих. Они все плохие. Потому что они руинят игру нормальным игрокам. Хоть это и бронзный 4, но тем не менее мы тоже его забаним. Хотя я не понимаю, как можно быть читером и бронзный 4? Это же просто трындец. Ну что, братик? Давай. Оформляйте путевочек. О, ребята, сейчас будет очень весело. Посмотрите. Спарсмен летит! Летит! Просто летит, как пуля. Красава, брат. Ты прилетел! Это банановая страва. Как раз. 130 кд! Ничего себе! ID 129, 77, 93, 68. Буст 50 голды. Все, брат. Теперь буст будет бесплатным. Ну что же, давайте посмотрим, что же будет дальше. Вдруг это какой-то бах. Еще что-то произошло. Я не понимаю. У него одна хп. И это максимально странно. Что же он сейчас будет делать? Ребят, смотрим, смотрим, смотрим. Давай, брат. Давай, родненький. Ну покажи, на что ты способна. Это сейчас скажет. Кент, это бах. У него бессмертие. Это бах. Нет, ребята, это не ошибка. Это реально щитак. И нам надо будет его забанить. Так что же он умеет делать? Смотрим. И мой подписчик пишет ему. Дай нож. Это просто трындец. И на этом моменте заканчивается запись. Братан. Я, конечно, все понимаю. Но, пожалуйста, не позорьтесь. Не надо писать такие вещи. Дай нож. Ребят, вы что? Это щитак. Ребят, просто готовьтесь. Щитак Спайдермен. Смотрите, мой подписчик смотрит по сторонам. И опа-на, прилетел. Прилетел. Припрыгал даже, да? Ой-ой-ой. Мой подписчик текает с села. Но тут, ребят, не убежать. Потому что это щитак. И, конечно, тут без кем-то пока никак не справится. Мой подписчик пытается убегать. Но ничего не получается. А. И... И все. И все. Подожди. А иди где? А где иди? А кого мне банить? А? Так, ребята. Прямо сейчас. В наш щитер-патруль. Ля! Посмотрите, что! Обалдеть! Ого! Это самый жесткий щитак в моей жизни! Я просто в шоках! Вы посмотрите, кто это, ребята? Я играл обычную катку в стендов 2. И посмотрите, кто против нас попался. Через стенки! Обалдеть! Вот это я понимаю. Парниша просто получает бан. Ой-ля! Моя ты умничка! Посмотрите, бегает! Бегает, бегает! О! Ну что же, леди энд джентльмены. Так. Ты что? Киберспортсменты наши! Ребята, вы посмотрите. Буквально. Одна тысячка и нас нету. Не, ну посмотрите. Видно, что у парня годы тренировок. Ребят, сразу видно. Годы тренировок. Ребят, но не первый день парниша играет в стендов 2. Брат, ты получаешь абонемент на Банановые острова. Да ты что? А это красавчик. А это красавчик. Ну а прямо сейчас рубрика подозрительный аккаунт. Ребята, как вы думаете, это читак или нет? Потому что если я смотрю на аккаунт, вроде бы все нормально. Ну как, 73% побед немножко подозрительно, но вроде бы как все нормально. Общая статистика, тоже все нормально. Но обратите внимание, 40 часов. Смотрим историю матчей. И тут у парня одни победы. Вот тут, ребят, уже реально, я не знаю, это читак или нет. Как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, смотрите, да, одни победы. Все хорошо, победы, победы, победы. И тут, ребята, 6 раз подряд у него результаты отменены. И это очень-очень подозрительно. И у меня есть такое ощущение, что все-таки... Все-таки у него 42 килом, все-таки он читак. Да, это читак, смотрите. Или нет? Ну посмотрите, очень подозрительно. Ребят, как вы думаете, это читак или нет? Напишите ваши предположения в комментариях. Ну что же, ребята, с вами был Ваш Скинтуха. Обязательно прожмите лайк, если нравится подобная рубрика. Подпишитесь на мой канал, почему это очень важно, потому что именно подписчикам я хотела подарить промокодик. Напишите любые хорошие комментарии. С вами был Ваш Скинтуха. Чуть-чуть такого отправлять мне в ВК, ссылка в описании. Или мне в Инстаграм. Подпишитесь на него по-братски, мужики. Обнял, приподнял. Все, всем удачи и всем пока.